Это не от хорошей жизни. Понятно, с одной стороны, конечно, людей, которые имели советские паспорта и жили в СССР, может быть, для них нужно сделать действительно специальный льготный режим. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что страна вновь погружается в демографическую яму. Все эти взлеты и успехи нашей власти в демографической политике были ничем иным, как просто объективным колебанием демографической ситуации. Просто пришелся пик, а сейчас пойдет на спад и будет очень большая демографическая яма, из которой можно выбраться, не останавливая экономику, только за счет притока мигрантов. Поэтому, я думаю, что этот законопроект появился не случайно. С одной стороны, он вроде бы благородно решает этот вопрос, а с другой стороны, он обеспечивает, облегчает приток рабочей силы во всей сфере российской экономики, которая сегодня будет иметь больше, уже скоро будет иметь больше пенсионеров, нежели работающих. Как это скажется на социальных взаимоотношениях? Бессловно, скажется. Потому что страна коррумпирована, система коррумпирована, государственный аппарат коррумпирован. И когда люди, приехавшие в страну, получают лучшие места, лучшие возможности, лучшие куски, естественно, это вызывает серьезное недовольство. И поэтому, конечно, безусловно, это отразится на настроениях граждан. Сегодня опасность, вернее, сегодня угроза мигрантов для населения является одной из ключевых. Вот если мы берем там рейтинг проблем, которых волнует, то нелегальная миграция или легальная миграция является одной из проблем, которые больше всего волнует население коренное. Вот поэтому эта ситуация, конечно, будет нарастать. Поэтому я прогнозирую на фоне этого рост таких ура-патриотических, националистических настроений, это неизбежные последствия такой политики. Продолжение следует...